Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем читать большую русскую сказку про двух близнецов Олю и Колю, которые после окончания первого класса современные дети попали в сказку «Тридесятое царство, чтобы спасти Василису Прекрасную». Обратный путь царства царя Гороха лежал все по той же дороге, которая называлась Лежневка. Только теперь Оля и Коля хорошо знали, что с дороги нельзя сходить ни в коем случае, иначе на них снова может напасть леший или другая нечистая сила. Детям надо было быть особенно осторожными, ведь в Колиной торбочке, завернутая в чистую тряпицу, лежала заветная молодильная яблочко. А нечистая сила была тут, как тут. Вдоль Лежневки на задних лапках сидели большие серые крысы. Крыс было много, но войти на деревянную дорогу они не могли, поэтому только страшно клацали острыми зубами и старались ударить с близнецов по ногам длинными голыми хвостами. На один миг из-за дерева показалась знакомая Морла Лешева. Это он командовал крысиным войском. Оле было так страшно, что она крепко-набкрепко зажмурила глаза и вцепилась в Колину руку. Время от времени девочка приоткрывала один глаз, чтобы проверить, не ушли ли чудовищные крысы. Но они все сидели и сидели, как приклеенные. Интересно, откуда столько крыс, подумала Оля. Наверное, их Леши со всего тридесятого царства сюда нагнал. Она открыла было левый глаз, но тут прямо на него шлепнулось что-то скользкое, холодное и мягкое. В следующую секунду Оля уже визжала на весь лес. Из пузатой серо-зеленой тучи над головой прямо на детей шел дождь из лягушек. Квакушки валились и валились, как из ведра. Одна, толстая и белая, запуталась у Коли в волосах. Другая, ярко-зеленая, свалилась Оле за вырез сарафана. Лягушки копошились у детей под ногами, квакали, пищали, прыгали с дороги на крыс, а крысы старались поймать их за лапки и тоже пищали. Спрятаться от этого живого дождя было некуда, и дети, закрываясь руками, бежали вперед, перепрыгивая с бревна на бревно. «Сюда, сюда, детки, сюда! Медочки, сахарочки, пусинки, лампу! Лампа пусинки!» — услышали ребята женский голос. «Кто это?» Оля и Коля взглянули в сторону и увидели красивую молотку с ярким копошником на голове. Спасиль-десельница стояла в уютной беседке и зазывно махала им рукой. «Идите ко мне! Прячьтесь!» «У, доброй тетушки! Садитесь с этой противной грязной дороги!» «Мои сладенькие! Мои вкусненькие!» Потерла женщина руки где-то совсем. Недавно Оля и Коля уже видели этот жест. «Так это же баба-яга!» — воскликнули они одновременно. «У, догадались!» — сдавыла красавица. Она как волчок закрутилась на одной ноге и в момент превратилась в старую отвратительную коргу. И тотчас же все исчезло. И баба-яга, и леший, и крысы, и лягушки. Дети стояли на широкой ровной гривенчатой дороге. С голубого неба светило яркое солнышко. С девица на кустик порхали веселые пташки. А впереди виднелся терем царя Гороха. По знакомой дорожке Оля и Коля пришли к царю Гороху. В этот день у царя-батюшки было отличное настроение. Такое отличное, что он приказал всем своим придворным играть в игру козел. В ту, где все играющие повторяют движения за ведущим. Сам государь, конечно же, был ведущим. Он стоял в середине хоровода и прыгал, выделывая ногами и руками всякие немыслимые фигуры. А слуги, взявшись за руки, пошли по кругу и дружно пели. Пошел козел дорогою, дорогою широкою. Нашел козу безрогую, безрогую козу. Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем. И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем. На этих словах все подданные начинали тоже прыгать. И стараться, чтобы у них получалось в точности, как у его величества. Близнецы приблизились к хороводу, и игра замерла. А-а-а, послы от Додона явились! Радостно закричал царь и подпрыгнул, перекрестив обе ноги. Хоровод попрыгнул точно так же. Ну что, не дал он Додон яблочко? А я вам симку-бурку не дам. Он сделал детям двумя руками нос. Все слуги тоже сделали нос государю. Почему не дал, ваше величество? Степина сказал Коля. Дал, вот оно. Мальчик развернул платок и достал оттуда маленькое красное яблочко. Дал! Царь с размаху шлепнулся на пол. Слуги тут же бухнулись рядом. Кончай игру! Застучал ногами апаркет горох. На трон хочу! Два стрельца подбежали к государю, и он, поджав ножки, повис на мощных руках стражников. Значит, Додон дал вам яблоко? Царь горох взял у Холи фрукт и понюхал. Яблоко, как яблоко! А оно точно молодильное! Не врете? А мы никогда не обманываем! Обиделись Оля с Колей. А не верите? Давайте мы его сами съедим. Ишь ты! Съедим! Какие хитрые! Не доросли еще молодильные яблоки кушать. А то, глядишь, превратитесь в грудничков. Что я с вами делать буду? У меня для вас нянек нет! Сроварливо проговорил царь. Он обтер яблоко рукавом и с запаской откусил маленький кусочек. Ну и кислятина! Царь проживал первый кусок, подумал и решительно упихал в рот все яблоко. Слуги, не дыша, толпились вокруг трона и не сводили глаз с набитого рта царя гороха. Наконец, его величество доел яблоко, закрыл глаза и приготовился молодеть. В первые минуты ничего не происходило, и государь уже собирался начать гневаться, как вдруг царские воеводы закричал. Смотрите, смотрите, у царя-батюшка выросли новые волосы! Все перевели взгляд на царскую макушку и ахнули. Вместо круглой блестящей лысыни на голове закрутились лихие локоны, совсем как у молодого барашка. Потом почернела борода, затем на лице разгладились морщины, и вот уже на троне сидел не маленький толстенький старичок, похожий на горошину, а дородный мужчина с кудрями по плечам. Под боченец царь горох прошелся кругом по тронному залу, полюбовался на себя в зеркало, повернулся к детям и милостивно изрек. Первое слово дороже второго. Берите бурку. Через три дня, час в час, отпустите ее обратно ко мне. Только чур не обманывать. Царь горох вышел на крыльцо, три раза свистнул и закричал «Сивка, бурка, вещья, каурка, встань передо мной, как листь перед травой!» Тут детям пришлось дрогнуть, потому что сначала раздался звук, похожий на бой ветра, а потом прямо перед ними на все четыре копыта приземлился с неба огромный сильный конь. Милка, или слушаешь сказку, или уходишь играть с собачкой. Иди, гуляй. Расшалилась. Вот это да, задохнулся от восхищения Коля. Изо рта пламя пышет, а из ушей пар валит. Сивка, бурка, как и объясняла и Марья, и скусница, был непонятной масти. Его необыкновенная шкура переливалась разными цветами, то светло-желтым, то темно-коричневым. Но самое красивое, что было у коня, это грива. Такие гривы, конечно, бывают только у сказочных коней. Похожи на распущенную косу, красы девицы. Волнистые волосы не спадали до самой земли. Нравится? Горделиво спросил царь горох-близнецов. Но дети от восторга даже не смогли ничего сказать, а только покивали головами в ответ. — Берите лошадку, не бойтесь, — сказал государь. — Ну, а вызывать его теперь знаете как? — Спасибо, ваше царское величество! Поблагодарили царя Оля и Коля и подошли к коню. — Коля, а ты умеешь забираться на лошадь? — спросила Оля. — Она ведь выше нас с тобой. — Нет, я только в кино видел, как седло садятся. А здесь ведь и седла нет. Может быть, нам спрыгнуть ему на спину с крыльца? Но никуда прыгать им не пришлось. Умное животное сразу поняло, кто теперь хозяин. И послушно опустилась на колени, чтобы ребятам было удобно забираться. Красавец! Дети с любовью погладили теплую лошадину морду. Оля порылась в карманчики и достала оттуда кусочек хлеба с солью. — Будешь, сивочка-бурочка! — она протянула лакомство. Коня аккуратно взял его мягкими губами с соленой ладошки и кинул ей головой. — Смотри, Коля, он сказал спасибо! — обрадовалась Оля. — Он все понимает. Ребята залезли на спину лошади и устроились поудобнее. А Оля прижала к себе фросю. — Сивка-бурка! Вещая-каурка! Вези нас к трем богатырям! Конь неспешно поднялся с колена и ударил землю передним копытом. Пламя снова полыхнуло из его рта, и из ушей пошел пар. Не успели Оля и Коля ахнуть, как они уже неслись в уши леса, стоячего по направлению к заходящему солнцу. Раньше Оля и Коля думали, что кататься на лошади легко и приятно. Кажется, что здесь трудного. Себе-себе посиживай да глазей по сторонам. Но скоро дети поняли, для чего нужно седло, и что ездить на лошади тоже надо учиться. Сначала у ребят заболели спины, а потом они пожалели, что к коню не привязаны подушечки для сидения. Кроме того, чтобы не соскользнуть с гладкой спины скакуна, приходилось очень крепко сжимать коленками бока коня. Коля первым сообразил, что надо делать. «Знаешь, Оля, я думаю, что легче ехать, если подпрыгивать вместе с конем в такт его движению», – научил он сестру. Действительно, скакать стало немножко легче. Но вот вдалеке на горизонте острые глаза Коли рассмотрели какой-то блеск. «Смотри, Оля, похоже на шар!» – показал он сестре блестящую точку. Скоро всадники поняли, что это действительно медный шар, сияющий на верхушке большого шатра. Конь подлетел к палатке и опустился на колени. Оля и Коля спешились, но тут же отпрянули назад. У входа в шатер были привязаны два огромные тигра. Звери фырчали и скалили на детей зубы. «Посмотри, наверное, тигры хотят пить», – сказала Оля и показала на большой пустой медный таз около них. Оля поискал глазами воду, но кругом были только одни камни. Он достал из котомочки скатить самобранку. «Помогай, самобраночка, дай водиться!» «Бум!» И на тонкое полотно сгромозился глименный кувшин. Мальчик налил в медный таз прохладную жидкость и палкой придвинул к тиграм. Звери жадно кинулись слакать воду. Было похоже, что хищники уже погибали от жажды. «Ну, уже ли здесь нет людей?» «Ну, разве можно мучить животных?» Возмущенно заметила Оля и посмотрела на тигров. Звери миролюбиво стучали хвостами по земле и довольно урчали. Обрадованные ребята боком, чтобы не разозлить грозных стражей, проскользнули в палатку и замерли. Прямо посередине шатра, вольготно раскинувшись кверху брюхом, храпел двухголовый змей. «Тише, тише, не разбудите!» Услышали близнецы еле слышный шепот. Они взглянули в темный угол, увидели, что там сидит красивая молодая девица. «Я царевна из Медного царства», — еле слышно сказала красавица. «Нас с сестрами украли змеи. Меня, царевну Медного царства, схватил двухголовый змей, сестру из Серебряного царства, трехголовый, а самую старшую сестрицу из Золотого царства похитило четырехголовое чудище». Девушка заплакала. «Некому меня спасти, ведь мой жених, Петр-царевич, ушел на войну, а сестрицы сами в неволе. А вы кто? Мы? Оля и Коля Ивановы», — тоже шепотом ответил Коля. «Мы едем к трем богатырям, чтобы они помогли нам найти и расколдовать Василису Премудрую, потому что она знает, где спрятано последнее яйцо, из которого должен вылупиться новый змей Горыныч. Нам надо его разбить, чтобы спасти от супостата Тридесятое царство». «Ох, и трудное дело вы затеяли», — прошептала девушка. «Ведь этот-то супостат кинула она на развалившегося змеюгу, шестиюродный брат Горыныча. Говорят, что если новый змей Горыныч из яйца не вылупится, то все зло исчезнет». «А как же нам помочь тебе царевна?» — задумались дети. «Что скажешь, прося?» — спросила Оля свою мудрую советчицу. «Влезь сивки-бурки в одно ушко, а в другое вылези», — пропищала куколка. «Как это влезь?» — испугалась Оля. «Ухо же такое маленькое!» «Но делать нечего». Девочка осторожно вышла из шатра и подошла к коню. «Сивка-бурка, вещи-акаурка!» — она погладила скакуна. «Для того, чтобы справиться с трехголовым змеем, не надо влезть тебе в одно ушко, а в другое вылезти». Сивка послушно наклонился и подставил Оле ухо. Девочка вздохнула, взялась двумя руками за маленькое острое ушко и приблизила голову к ушному отверстию. Все случилось, словно сказки. Оля даже не успела понять, как она влезла в ухо к сивке-бурке и как вылезла. Но через минуту она уже стояла с другой стороны лошади, а на земле около нее лежал огромный размером со спасательный круг клубок прочных льняных ниток. «Поняла!» — сказала себе Оля. И двумя руками медленно вкатила клубок в шатер. «Вот смотрите!» — показала она пальцем на клубок и покрутила рукой вокруг змея. «Надо его замотать нитками!» «Точно!» — повеселели Коля с царевной. Они на цыпочках подошли к сопящему чудищу и, передавая друг другу нитки, опутали его со всех сторон в тугой кокон, как гусеницу бабочки-капустницы. Оттуда остался торчать наружу только грязный зеленый хвост. «Пока, змей!» — спокойной ночи! — помахал Коля рукой на прощание. И все радостно выбежали из палатки. Царевна смело подошла к тиграм и отвязала веревки. «Они добрые!» — поснила она ребятам. «Это их змей привязал, чтобы все боялись. Пусть бегут домой, в лес!» Царевна хлопнула ладоши, и с верхушки палатки к ней в руки упал медный шар. «Это мое медное царство!» Она покатила шар вокруг шатра, и вместо голой пустыни из шара выкатился настоящий город, в центре которого остался стоять шатер со змеем. «Спасибо вам, добрые дети!» — низко поклонилась Оле и Коле царевна. «Спасли вы меня от злого чудища! Теперь не волнуйтесь! Мои слуги будут надежно караулить проклятого! Да и жених мой Петр-царевич скоро вернется из похода! Может быть, погостите у меня в хоромах, отдохнете с дороги?» — спросила она детей. Но Оля с Колей очень спешили, поэтому они попрощались со спасенной красавицей, сели на сивку-бурку и помчались дальше. Продолжение сказки в следующем видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова